Всем привет! Тема заточки прививочного ножа. Их у нас два. Один будем затачивать на этом камне, на нем я практически точу все свои ножи. Ну и качеством, если не сказать в восторге, то так, относительно нормально. После камня обязательно довожу на коже, которые натерты пастой гой. Это обычный ремень, старенький. Камень двойной, здесь зерно 400, а вот белое это 1000. Покупался он в магазине Азон, чуть больше года назад. Стоил он тогда 750 рублей. А этот нож будем затачивать на дорогих камнях. Их нам предоставил один уважаемый магазин, простыми словами я их купил. На вопрос зачем, если здесь нормально? Чтобы удовлетворить свое любопытство. Думаю, это будет интересно также и вам. Есть ли разница в качестве заточки на дорогих камнях и на недорогом камне? Не переключайтесь. По зерну они 400, 1000 и 5000. По ценам 1800 рублей, 1800 рублей и 2500. Комплект обошелся примерно в 6000 рублей. Плюс еще такие аксессуары. А они из Один Китайса магазина. Цену точно не помню, так как шли они очень долго. Ну что-то в районе 200 рублей. Далее положу эти камни в воду. И новые, и не новый камень. И пока они будут замачиваться, немного теории о самой заточке. Уверяю вас, это очень важно. Не переключайтесь. Уверяю вас, это очень важно. Уверяю вас, это очень важно. Вот так я худею. Ну и этот камушек пухнем. Как газировка. Так, этот нож пометим маркером, чтобы в случае чего не спутать его. Как раз вот эти буковки закрасим. У стандартного прививочного ножа одна сторона плоская. С другой стороны от обуха идет спуск. И ближе к кромке вот такой подвод. Вот сам спуск и сам подвод. Почему не стоит затачивать одним спуском от обуха сразу к кромке? Ведь тогда бы, по идее, нож был более острый. Вот у меня две заготовки. Одна из них запилена от обуха одним вектором сразу к кромке. А в этой чуть иначе. Вот. Раз. И подвод. Если вот так присмотреться, то вот эта заготовка более острая. Но в таком лезвии материала у самой кромки практически не остается. Кромка здесь тоненькая-тоненькая. И когда мы таким клинком будем врезаться в материал, то наша кромка, скорее всего, будет крошиться. И нам надо будет опять и опять перетачивать наш нож. Когда мы видим ножи вот с такими с узкими лезвиями, то это, скорее всего, нож затачивался без вот такого подвода. Какой угол должен быть для этого подвода? Ну, я всегда стараюсь точить ножи вот по заводскому подводу, по заводской заточке, не перетачивать их. А так это что-то в районе 40 градусов. Простыми словами, это будет, чем материал нашего лезвия тверже, тогда мы можем делать вот этот угол более острый. И наоборот, если материал, скажем, так себе, тогда угол должен быть более тупой. Далее приступаем непосредственно к самой заточке. Не переключайтесь. Итак, все-таки попробуем вот наш нож сделать чуть покрасивше. А то как-то совсем неаккуратно закрасил. Не пофиншую. Это спирт. Вот так. Итак, еще и проверим их на чеках. Что будет до заточки и потом, естественно, после заточки. Я все 7 и 7. делаем и стараюсь, чтобы нож порезал бумагу. Угу. 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 Теперь левый нож. Этот лучше, вонди. Угу. Продолжение следует... Так, достаем наш камень. Начинаем с грубого, с 400. Теперь о угле заточки. Вот как его легче выдержать. Вот, например, вот так его, ну, скажем, не совсем удобно. Не совсем удобно контролировать вот этот угол. Как я делал раньше? Ну, или... Как можно сделать, как можно сделать, пока нет сноровки? Я этот камень устанавливал примерно вот так, чтобы на одном уровне, вот с вашим взглядом... Бывало, сюда подкладывал кирпич. Но можно сделать вот такое приспособление. Вот сюда можно упереть его в подоконник или в стол. Но это место кирпича. Какие его показали-то? Вот так. Сейчас попробую. Вот так. И вот так контролировать вот этот угол, думаю, проще, нежели когда камень будет находиться вот в таком положении. Вот так вот. Если бы не на камеру, я бы затачивал его просто на столе. Наверное, хватит. Еще раз окунем. Продолжение следует... ... ... Продолжение следует... 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 этот камушек тоже убираем и достаем сами бели бели пятитысячный на таком я еще не не точил а если делиться впечатлениями то на этих камнях работать приятно чувствуется градация зернистости вот например в том камне например в этом камне переход от 400 к 1000 переход от 400 в тысячи не так сильно ощущается не такая большая разница как переход от этого 400 к этой тысячи ну главное что будет по факту так сказать последние штрихи повторяюсь если бы не на камеру то бы камень я клал вот так прямо на стол это за . больше для новичков ну покрайней как я делал сам начали думаю все сейчас проверим просто а потом еще на коже возьмем чек лучше чем было по крайней мере так уберем достанем этот аксессуар давайте сперва попробуем без посты гой а потом уже с постой ну и пробуем берем чек не фонтан попробуем с постой гой опять берем чек не пробуем так это был красный проверим ночь который еще раз проверим который на недорогом камне видно опять этот как мы видим разницы в них нет и этот годится для прививки и этот качество заточки я считаю что у них одинаковые на камнях работать как я сказал приятней но по факту это то же самое что и за 750 рублей 750 рублей и 6000 есть разница это не реклама больше реклама чеков 1 всем здоровья всем пока я пойду мыть руки до новых встреч